прием прием проверка как слышно отлично что же сейчас у нас будет третья игра между вами грешаевым и саша османовым игра за бронзовые медали нашего чемпионата так игра началась a production ваня заспаунился на 6 часах внизу и на нуле саша он же игроки пожелали друг другу удачи ну хотя это же ЗВЗ посмотрим во что пойдут игроки на этот раз предыдущие две игры были крайне интересные долгие со сражениями лимит на лимит при этом мы видели разные билдодеры игры были очень захватывающие соперники достойно друг друга показывают высокий уровень игры так начали мы видим что никто не рашит оба игрока спокойно ставят свои 14 рабочих ну вот первое отличие Ваня ставит пул Саша ставит газилку газилка у нас ставится для того чтобы сделать ранний газ то есть при такой газилке на 13 рабе у нас на самом деле 100 газа накопится примерно как раз к постройки пула и мы сможем сразу заказать скорость это позволит нам прибежать и съесть нашего соперника собаками со скоростью но в то же время экономика будет не такая хорошая газ мы поставили рано вот потратили рабочего рано ну в общем то игроки идут практически зеркально разница только лишь в газе действительно вот у Саши сейчас будет сотня вот он сейчас закажет замечательный апгрейд как раз когда построился пул идеальный тайминг что у нас по рабочим одинаковое количество рабочих есть квина в заказе в обоих игроков Саша попозже оверы тут в обнимку висят побежали первые собаки пощупать оппонента посмотреть как он отреагирует но кстати говоря а вот да мы видим что есть небольшое такое сражение ну в общем у кого меньше собак кто то убегает на данной стадии игры сейчас наверное подстроить еще собачек чтобы отбиться спокойно в то время Саша выходит на вторую нычку и уже бэнлингнесс доделывается а вот здесь вот второй нычки пока нет вот она заказывается будет у нее небольшое отставание бэнлингнесс тоже позже при этом мы видим что на одного рабочего больше у меня Ваня разведывает разведывает он собаками чтобы нигде никакие бэнлинги не морщились очень очень грамотно все делают итак что у нас происходит как-то мало рабочих на мэйне оставило я часто это замечаю на самом деле игроки не достраивают рабочих на мэйне я понимаю что он ушел в собак и тут все пахнет жареным но тем не менее надо бы о как хорошо вот это было замечательно два бэнлингера у нас столько сколько нужно на всю эту пачку собак и теперь идет контратака на Сашу на уткину базу ну таки в общем то есть два бэнлинга такая подушка безопасности да но в общем то здесь если правильно размигрить так можно сейчас выиграть дру микро-микро собаку сейчас будет взрыв 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 и все и все и все утка очень хорошо контролировал своих собак ну вернее там не надо будет контролировать надо будет послать с атакой а вот его соперник в свою очередь полностью это дело проиграл и сейчас да сейчас преимущество утки на самом деле по всем компонентам он он сейчас просто будет бежать с собаками и пытаться сгрызть своего соперника у которого нет ничего на самом деле из армии роучи еще нет бэнлингов нет единственный вариант запирать рампу на мейн да и как-то пытаться на мейне отсидеть потому что здесь сейчас это все съедят то есть роучи это хорошо да вот он пошел на рампу молодец потому что бэнлинги сейчас конечно упрутся или нет роучи это окей надо сейчас что делать то есть вот это вот уже не убить ему будет слишком мало роучи один роучь конечно его сейчас окружают да три склиной это тоже мало три тык я бы сказал а почему нет дотекания да ключевая фраза Леши Силкова во всех комментариях нет дотекания действительно нет а было бы сейчас бы выиграл уже ну вот оно собственно дотекание поздно сказал по рабочим на десять рабочих превосходит соперника утка отличная экономика и в общем-то врачей тут сейчас а вот сейчас уже хорошо хорошо врачей тут козыря не забегает на мейн забывает он про эти хитрости зерковские быстрые собаки должны убежать на мейн и размениваться с рабами ослабляя без того слабую экономику соперника вот вот это он делает хорошо как будто они слушают мой стрель то рамку закрыл то на нем забежал неспроста это все он только надо убивать рабочих в следующий раз убеги и ешь рабочих а еще вот такие места надо проверять конечно это это очень подло я вот по одному морфу но к сожалению больше собак не выживает и один бейлинг это плохо а три могут взорвать всех рабочих на мейне сейчас мы это и увидим шикарное загадание и сколько же семь семь рабочих прекрасно прекрасно очень красиво обла конечно но в общем по зеркатке и утка тем временем переходит в рабов так что по грейдам пока по скорости что по юнитам рабочих сильным больше а нет вот сейчас он уже отстроил ну в общем если так смотреть на юниты преимущественно никому отдать нельзя это муском самом деле сильно впереди хотя вот смотрите ваня резко отстроил рабов видимо вот эти бейлинги служили пользу даже вынудили его наконец-то построить нужное количество рабов нам на мейне я бы даже сюда добавил еще трех наверное да и экспант хорошо собирается только вот личинок сейчас будет не хватать жестко строится гидроден излюбленный что-то ваня в каждой игре строит гидроден он боится мутерить все чего-то я пока не вижу никаких технологий кроме врача и медленных в принципе ну в принципе их много сейчас пойти убить что у нас продакшен 4 гидравийского надо них дожить еще собак мало не ввязывается бы ему драку сейчас в это не надо не надо вообще нужно подождать пока гидро пуды правильно правильно пускаем хату весь по одному правильно фокусить врачей и мы видим что собирает армию вместе ваня в принципе сейчас он уже отобьется от этих врачей что у нас по рабочим в принципе большого преимущества нету ну мог конечно добить хату но с большими потерями сейчас большими потому что в принципе врачи могли фокусить там ну вообще в принципе конечно да лучше было бы добить сейчас здесь будет много санкенов санкенов я называю их олдскульно как в первом старкрафте что по грейдам по грейдам а утка утка сделала скорость вообще в предыдущих играх ваня отличался тем что гораздо качественнее делать грейды особенно на наземные войска спинула гидр бегала 2-2 в то время как у утки грейдов практически не было вообще такое важное умение у нас мало кто умеет вовремя делать грейды я вот например не очень хорошо это делаю так сейчас будет атака так утка будет пытаться догрызть этот слив собак вообще утка очень много собак сливает в последнее время в первой игре это было особенно заметно он как-то строит их недостаточно много чтобы убить но и не так мало чтобы не жалеть то есть можно построить некоторое количество собак чтобы отвлечь соперника чтобы просто развлечь его а самому напасть в другом месте это окей никогда при полторы пачки собак просто сливаешь хотя хата конечно почти мертвая надо ее трансфузить я не знаю очередная волна собак здесь жесткая стенка никаких шансов конечно у утки большое преимущество за счет третьей нычки мы видим он ее уже тут качают в общем особенно газ кстати зачем ему два газа о была попытка сморфить бейнер нагло прямо перед стенкой да интересно интересно здесь конечно сложно сложно сказать кто по армии там было сильнее наверное наверное нельзя было пробить сейчас вот утку правильно делать что отошел в принципе у него сейчас отличная экономика большое преимущество и в общем он контролирует карту ему сейчас нужно все что ему сейчас нужно это мастить войска делать грейды и не ошибиться с составом войск то есть в принципе что он делает не знаю контролирует карту или да в общем прочее вот мы видим плюс один кстати да ну а в литву лайн как раз не делает грейд ну понятно в трейсе он подбивается кое-как он еще зачем-то ставит санки вот на нем появились инфесты сейчас очень важно чтобы утка сделал правильный состав войск потому что мы уже видели как он сливается просто потому что делает всякую ерунду вместо того чтобы хороших правильных юнитов настроить так ну похоже что синий зерк решил выйти наконец-то сам понимаешь что сидеть на трех нычках несколько бесперспективно когти да ну вот мы видим что ребята стали взорвать хорошо в то же время он видит состав войск соперника да он пополнился гидрой ну что в общем то хорошо для утки гидра с роучами всегда лучше чем просто роучи где же где же тарь 3 где же вот хайендовые войска где ультралисты где брудлорды где в конце концов адреналин собакам вот мидус мидус это да это что-то интересное но вот вообще как-то они играют слишком одинаково мы видим что у утки лимит надо понимать что это лимит он еще и у рабочих частично все-таки да но сейчас будет нидус причем это будет страшно хотя это недостаточное количество санкенов но что же он делает я давно не видел столько санкенов в одном месте бейны так я что-то пропустил а это нидус так смотрим видит он по-моему нет то есть он видит его глазами но нет все не прекратились бы по-моему всех рабов убили вот еще и атака в лоб но это предсказуемо атака в лоб она ничего не дается на самом деле что может санкенов хотя и расположение очень неудобно очень неудобно зачем же ты лезешь в эту узкую узкую дырку дырку то есть ты конечно пробьешь но надо было стоять подальше уже в кольце да да он конечно отбился сейчас нужно срочно идти сносить какую-то нычку но дело в том что утки сейчас снова будет лимит гигантское преимущество что грейд игры 2 2 может быть он там тоже вот такие в общем да за макси еще как здесь даже гадалки находим все верно пишут ребята ну ну что сказать он не вовремя ушел с базы вот это точно могу сказать как бы ему не пришлось сейчас ну в общем уже поздно да действительно не вовремя не пришел сейчас он не решится спальшина а нет смотрите он решил не заходить в гриб решил принять сражение и подсвелся хотя да конечно лимиты говорят сами за себя но вычесть вычесть 30 получим 158 на 122 в общем потому что существенное но там чего-то нет там нет инфесторов видим макрохаты мы видим кстати нибус можно еще один зафигачить гидро роуч нету почему почему утка опять не идет в тайр 3 он же так уже слил первую игру да сейчас конечно он отменит эту нычку и в общем не позавидуешь к синему вербу даже отменить не успел или не стал уже сейчас просто ресурсы кончатся сейчас надо конечно зеленкой все забрасывать вот так вот он вышел вытянуть один зеленка она же была а я думаю ну ладно да ну это гб да вот он бросил но уже с полета беннинг демонстрица прямо тут это гб ну что ж тоже была очень интересная игра поздравляем утку заслужимым третьим местом и и и и и и да так он Продолжение следует...